Новым премьер-министром Великобритании стала Лиз Трасс. Она победила на выборах лидера консервативной партии и теперь возглавит правительство. Официально назначит премьер-министра королева Великобритании. Это может произойти уже завтра. Лиз Трасс 47 лет. Она третья женщина в истории, которая возглавила британское правительство. Ее предшественницами были Тереза Мэй и Маргарит Тэтчер. С первых дней российского полномасштабного вторжения Трасс выступала за усиление оборонной помощи Украине и введение жестких санкций против Российской Федерации. По ее словам, чем больше ракет Россия будет запускать по территории Украины, тем больше помощи Киеву будет предоставлять Великобритания. После своей победы Трасс обещала сразу же позвонить украинскому президенту и лично приехать в Киев. В правительстве Бориса Джонсона Трасс была министром иностранных дел. В своей победной речи она поблагодарила его за системную работу. Я также хочу поблагодарить нашего уходящего лидера, моего друга Бориса Джонсона. Борис, ты добился Брексита. Ты сокрушил Джереми Корбина, внедрил вакцину и противостоял Владимиру Путину. Тобой восхищались все, от Киева до Карлайла. Как могут измениться отношения Украины и Великобритании после смены премьер-министра? Спросим у чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Вадим Пристайко сейчас с нами на прямой связи с Фридомом. Вадим Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Вадим Владимирович, а так вот завтра ли Страсс после визита к Королеве станет новым премьер-министром Соединенного Королевства? Ожидает ли Украина каких-либо изменений в отношениях между странами? Спасибо. В вашей подводке к этому фрагменту очень точно сказано было о том, что Ли Страсс считает Бориса Джонсона своим другом. И всю ту политику, которую он проводил, она считает не только правильной, а скорее такой, с которой надо сейчас стартовать еще дальше. Она не один раз говорила о том, что она будет не только продолжать, она будет развивать эту политику. То есть больше будет допомоги, помощи. Будет помощь самая разнообразная. Не только военная, про которую мы постоянно говорим, но, например, очень важная для нас либерализация торговли с Британией, чтобы Украина, украинская экономика получала больше денег, для того, чтобы мы могли продолжать побывать с Россией. Вадим Владимирович, в чем еще может выражаться помощь от Великобритании и, собственно, от Ли Страсс в ее новом качестве? Ну, вы знаете, у нас находится на территории этих островов 104 тысячи украинцев, которые получают доступ к медицинскому, к образованию, к медицинской системе. Люди привестили эти семьи, которые сейчас по всей Британии, не только тут в Англии, в Лондоне, но и в Шотландии, в Уэльсе. Мы считаем, что эта помощь не только должна продолжаться, но она и будет продолжаться. Люди получили трехлетние визы, они будут находиться в безопасности, достаточно времени, чтобы война в Украине могла закончиться, и семьи могли вернуться к нашим солдатам, которые сейчас воевают на фронте. Владимир Владимирович, Ли Страсс обещала позвонить украинскому президенту Владимиру Зеленскому и прибыть в Киев с визитом. Как считаете, когда это может произойти? Последний раз она была в Украине приблизительно полгода тому назад, 17 февраля, фактически прямо перед российским нападением. И она действительно не один раз заявляла, как министр, а теперь уже как будущий премьер-министр, что она сделает это ближайшим временем. Немножко придется подождать до завтра, дипломатически чисто выдержать протокол, когда королев встретится с уходящим премьер-министром Джонсоном, и после него зайдет в кабинет новый премьер-министр. Когда она формально станет, я думаю, сразу же произойдет звонок, и эти договоренности о визите Ли Страсс себя не заставят долго ждать. Мы уже, как дипломатическая система, начали готовить и этот разговор, и приезд Ли Страсс в Киев. Ли Страсс также говорила, что в случае с Россией она будет последовательной и еще более жесткой, чем ее предшественник Борис Джонсон. Можем ли мы предположить, какие это могут быть шаги? Вы знаете, ее демонстративная поездка на танки в Эстонии, где находятся британские вооруженные силы, сказал очень многое. И я думаю, что Россия получила этот сигнал о том, что она не только не будет сворачивать политику, больше того, Украина должна, как не один раз говорил Ли Страсс, Украина должна победить в этой войне. Я думаю, в этих словах, и так, в принципе, все консерваторы, больше, я вам скажу, не только консерваторы, вообще все общество британское, все политические партии заявляют о одном и том же, что в этой борьбе абсолютно несправедливой, абсолютно неспровоцированной войне против Украины Россия должна проиграть. И они сделают все необходимое, чтобы это произошло. Вадим Владимирович, еще хочется понять, вот вы сказали, что Ли Страсс продолжит политику Бориса Джонсона. Как вы считаете, вот чего в целом стоит ожидать британцам от нового премьер-министра, и, возможно, ее политика чем-то будет отличаться от политики Бориса Джонсона? Ну, сама Ли Страсс, она, это новое поколение, более молодое, чем где-то 10-15 лет от того сейчас, которое находится при власти. Борис Джонсон как раз представлял это немножко старшее поколение, 60-ти плюс лет. Ли Страсс скорее более такого, она консерватор, но более радикальный консерватор. И я думаю, что вы видели заявление, которое она делала о том, что она не побоится нажать, например, на кнопку ядерный запуск ядерных ракет, если будет непосредственно безопасность, будет в угрозе угрожать безопасность Британии, чтобы... То есть она как раз такой человек, который недолго будет тянуться за словом, недолго будет взвешивать все за и против, а готова действовать немедленно. Ее позиция политически твердая, всем понятно британцам, они выходят с того, что будут действовать отвечать ее словам. Что касается проблем, которые есть в середине британского общества, ну действительно растут цены на энергетику, это наибольшая проблема, которая сейчас есть в Британии. Британия не так связана с Россией, как другие страны Европейского Союза, всего 2-3% российского газа, то есть я уверен, что консерваторы и правительство, которое она сейчас возглавит, найдут решение этой проблемы. Вадим Владимирович, и вот хочется понять еще, какие будут отношения сейчас Украины и нашего друга Украины, Бориса Джонсона, он сделал многое для Украины, неоднократно приезжал за эти 6 месяцев полномасштабного вторжения. На каком уровне останется это общение между ним и Украиной? Ну оно не только останется, если вы знаете, вот буквально, как мы с вами говорим, закончился разговор премьер-министра Джонсона, он все еще премьер-министр действующей Великобритании, президента Украины Зеленского. Я думаю, что эти отношения в ближайшее время мы видим, каким образом они будут развиваться, какую роль будет играть в дальнейшем Борис Джонсон. Мы не утратим его для себя. Я уже видел в социальных сетях о том, что и Трас уже Трасюк называется, то есть это шуточное, но очень милое название, Борис Джонсонюк. Я думаю, мы получим такого же самого нового друга, просто в этот раз это будет лист раз, а политика останется такой же. Вадим Владимирович, спасибо вам большое за ваши ответы. Напомню нашим зрителям, чрезвычайный полномочный посол Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Вадим Пристайко был с нами в эфире «Фридома». Спасибо вам большое.